приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео игнатий бренчанинов о боге троице троице бог троица троица человек о боге отце сыне святом духе я надеюсь кто попал на это видео либо меня давно смотрит а если недавно то рекомендую конечно же прежде всего посмотреть видео бог один или троица это предисловие и анонс данного плейлиста на моем канале христолюб пропоти упивающих пустыне вегана под наименным названием бог троица и там посмотреть помимо предисловие еще вот эти два видео для начала бог троица и у сущность 17 года и бог отец сын дух святой бог троица трипас нас трипас нас божеского естества 2020 года ну а за ними уже сегодняшнее видео ну если уж кого-то нет желания то можете конечно смотреть и так сегодняшнее видео это видео у нас идет по списку в плейлисте 4 ну а на сайте у меня это после предисловия о том что бог это и есть человек идет как раз второй раздел игнатий бричанинов о боге троице я некоторое время колебался раздумывал целиком вам зачитать его его слова его творения как их по-разному называют сочинение но решил все-таки этого не делать по той простой причине что несмотря что на то что я пишу что это игнатий бричанинов о боге троице на самом деле правильное полное и дословное название его этого слова из сочинений второго тома 2 2 том его сочинений называется она об образе и подобии об образе и подобии ну кого человека попал человека сотворенного по образу и подобии бога ну кратко он назвал об образе и подобии это наверное даже явилась таким решающим аргументом за то чтобы не читать все целиком вы знаете как я не люблю проповеди которые там что стихи из библии вот такими вот кусочками выдирает да что в принципе вот даже так называемые ну и на тебе причине на в прославлен православной церковью так называемые до в лике святых это епископ живущие в девятнадцатом веке из богатой дворянской семьи на одной ноге с императором в 15 лет 16 уверовал там ну понятно вроде как все православные на руси но неважно вот немножко там поучился в общем но потом ушел в монастырь ну и стал естественно обычным монашкам но сначала прошел путь аббат обычного монаха до епископа все такое был на самом деле против отмены крепостного права со своими загонами вот но я все его творение читал абсолютно все когда изучал когда практика изучал просто предание церкви историю церкви я уже 13 лет после покаяния 7 лет на ю тубе и в частности когда практиковал искренне православие больше трех лет пятилетку за два дня как у меня это бывает я изучал предание здесь православной так называемой церкви вот но и частности современников их можно назвать практически наших современников российских вот и найти бренчанинова я его прочел все что можно было все что не есть все его труды читал их неоднократно разбирал по болтикам как я это делал с библией хорошо с ними знаком конечно сейчас я уже многого не помню а точнее многого совсем не помню ну вот кое-что и как вспомнится даже ведь хочу с вами поделиться какой я сам путь прошел и вот конечно игру ну я у него много что брал так скажем ну как слова таки много относительно относительно очень много немного вы знаете я зашел прямым путем каким бог меня вел и ото всех брал лучше если что то есть вот именно по вопросу троицы именно вот и узнаете бренчанинова я нашел ответы на все свои внутренние колебания мысли размышления хотите страхи даже на оборот да на все эти мучения свои по поводу этого вопроса бог один или три кто такой иисус хоть я все понимал что он бог и что мы с твоим повозоподобие но так как тем более когда я практикал православие я не зря изобразила вместе с ним икону троицы до святой троицы рублевых я по ней тоже очень так скажем фанатела искренне любил везде вешал вот она мне очень на нами в принципе нравилось да вот я много про нее изучал там все эти вещи в общем православие углублялся кто знает не не то что по уши а по самую макушку вот все это изучал и поэтому я не зря так все это отсылка сестра православию чтобы понять кто такой бренчанинов может меня будет слушать православный не знаю на какой минуте у них завернут уши и они выключат и и какие-нибудь пару гадостей в комментариях мне напишут вот ну будь как будет да вот это вот кратко что бы при а бренчанинов я моей конечно подробно вы можете узнать где угодно и почитав послушать его жития сейчас все есть я конечно вам сегодня все это рассказывать не буду тоже считаю нужным уже в принципе сказал да и так как его слова я его перечитал перед записью этого ролика это сочинение так называемое ну по раздел одной из слов творение святых отцов по-разному называют слова сочинения как там еще я уже забыла в общем по-разному их называют вот труды труд такой-то и вот это и одно из его сочинение пункт был там раздел это об образе и подобие именно поэтому хотя без этого никуда и в общем-то его сочинение у проповедь начнется именно с этих слов каких я начал и предисловие вы помните да сотворим человека по образу нашим по подобию нашему все это очень важно но все-таки я его перечитав как говорится так как название само за себя говорит то у него там достаточно обширная проповедь о том ну как стать образом подобием мы с вами этим закончим более того даже на основании слов бренчанинова да а любви надо проповедовать всегда и вкручивать это в любую проповедь это я сам всегда стараюсь делать своим примером научая других но все-таки у нее есть там отклонения и знаете несмотря на все что вот я вам рассказываю что вот мне именно через его вот это вот особенно вот этот раздел об образе и подобии но на самом деле где он рассуждает и отроется да тогда вот много открылась так скажем хотя грубо понять такие открылись тоже очень слова такие где-то порой мы не манипулятивные все это в нас сидит когда мы алчим и жаждан правды к ней стремимся то просто порой и нам кто-то помогает от все дорисовать доформулировать придать этому образ каком-то до порядка передать порядок этой какой-то анархии у нас все сегодня пребывающий в голове вот я тем сам занимаюсь то что я всем говорю всем говорю то что есть да и это есть вас и внутри вопрос открытого этому или нет и вопрос если у вас это там в анархаичном еще порядке когда это просто упорядочится и когда этот разбросанный по столу пазл просто соберется да вот так же здесь сегодня и поэтому мы и так прочтем достаточно большой отрывок достаточно большой но вы можете никуда не обращаться кто хочет познакомиться прочитать конкретное слово я его перенес целиком и полностью единственное здесь делаю такие закрытые блоки на активную ссылку показать или скрыть вы их открываете или соответственно закрывать чтобы они вам не мешали как вот я сейчас стал делать последнее время и чтобы мы концентрировали на тех вещах на которые я и хочу чтобы было обречено внимание таких блоков получилось 1 2 3 нас 4 скрытых вот потому что я вот как видите несколько сделал чтобы даже между ними то тут вплоть до одного абзаца но чтобы и его я для вас зачитаю я конечно же мог тоже свою проповедь построить знаете вот да даже из того что мы будем с вами читать узнаете бренчанинова много будем так мимо мимо ушей про прочитали и забыли как говорится да вот это не совсем я там согласен бывает да и при всем его понимание троицы игру когда меня прям как молния поразил вот это его вот видение и у меня все это было внутри да вот при этом при всем все равно так как он православный был а я всякую что человек религиозный никогда не сможет достигнуть полноты познания у него все время будет вы хотите даже каша в голове что он вынужден будет мириться и принимать там и не отвергать учения так называемой своей церкви секты как хотите да вот и в его славы в его речах его этой проповеди образе подобие то же самое на самом деле читаю уже такой как я конечно же меня внутри возникает как говорят когнитивный диссонанс да то есть вот вот тут у него истина тут вот у него опять он это истинно перекрывает чуть ли не ложью да вот опять рассуждает об отце а сыне там и все таком да но я вам все-таки прочитаю покажу те места которые конечно в свое время у меня вот именно даже дошлифовали истину в голове все эти пазлы сложили в понятную картину я уже окончательно убедился что мы образ и подобие бога бога иисуса христа да вся эта троица это лишь сущность человека до которого есть умное сердце которым он что-то желает добра или зла вот и вся вот и вся троица отец и на дух святой ум слово или дело которое направлено на добро или на зло вот и вся троица да вот ну давайте с вами приступим к чтению самого сочинения игнатия брянчанинова как я вам сказал будем читать лишь вот то что у меня открыто вы можете дополнительно хотите ссылка на эту страницу бог троица будет в описании к этому видео ну естественно сайте в разделе проповеди вы ее всегда найдете вот она у меня бог троица начинаем чтение начинает игнатий брянчанинов естественно с цитаты из бытия первой главы сотворим человека 26 стих сотворим человека по образу нашему и по подобию нашим таинственно совещается в самом себе и самим собою бог троица перед сотворением человека человек вот вам это всегда о том о чем я вам говорю игнатий брянчанинов это тоже понимает слава богу хотя и у него там разные есть и мысли в голове но все-таки есть простая аксиома человек тире это образ и подобие бога ну по крайней мере для того человека которую библию принимает ну каким-то руководством пути из своей жизни да то есть фиксируем это человек это образ и подобие бога дальше я для вас сделал закрытый блок как он сказал мы переходим к следующим мыслям игнатия брянчанинова я вам говорю можно было бы конечно знаете набрать и знаете вот сам игнатий брянчанинов очень часто очень много цитировал святых отцов кто знает но опять же все эти цитаты точно такие уж как по принципу библии знаете это обычно там два три слова как там пол стиха даже вырвут бывает из библии вот а знаете что удивительно кто я его читал изучал что как раз вот этот вот это вот вот этот вот раздел его пункта об образе и подобие бога святой троицы вы знаете он хоть и ссылается в устной форме на святых отцов как бы вот общая мысль святых отцов он говорит он никаких цитат не приводит и вы знаете что я когда сам то я же не только игнатия брянчанинова изучала а предание так называемой церкви я стал изучать естественно от времен апостолов от а самую от нового завета где у нас составлена книга деяний послание апостолов я естественно стал все по списочку там изучать все эти труды там 12 апостолов узнает всякие дедаха и прочие вещи все это изучал изучал стал по векам мы идти вот и вот так вот шел и дошел до нашего можно сказать что конечно я рассказывал что там огромные труды и все невозможно уже одному человеку изучить но я по самым таким самым известным самым популярным святым отцам еще от древности я все изучал сам лично да не то что в чьих-то интерпретациях да ну конечно я слушал современных проповедников всяких разных псевдо христианских так называемых культов под названием православик алицизм протестантизм у православных начинает подгорать наверно от этих моих слов вот ну что ж уж как есть вот я какой есть другим быть не могу в этом плане да и вот удивительно что здесь у них никаких цитат нет и вы знаете вот действительно вопрос строится если изучаешь как такового у святых отцов так называемых до ортодокси пусть православия католицизма не тысячу лет были совместно вот у древних отцов на которых они так любили ссылаться практически ничего нет а если не сказать а слов совсем знаете если бы что-то было такое кто знает я очень люблю антония великого там в свое время тоже даже записал все его эти записи все его сочинения житие вы знаете даже у него там есть несколько два слова но настолько настолько простых коротких и ни о чем может сказать не говорящих конкретно что я даже и не стал естественно никакой ролик записывать на эту тему вот 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 это удивительно что единственно у кого я нашел такое если бы и знаете причине дал конкретные ссылки я бы по ним проваливался но у него нет никаких конкретных ссылок вот он как будто сам знаете вот допер до этого как говорится и достиг этого и вот это на бумагу выплеснул это удивительно да но я вот когда это конечно читал я читал понимал что это истина то что все в моем сердце это все откликается вот так что так вот то есть еще раз давайте с вами зафиксируем то есть у нас с вами что человек это образ и подобие бога это раз образ троицы другое определение по сути точно такой же дает эгнатий бренчанинов образ троицы бога это троица человек я эту мысль вам уже говорил и предисловие в следующих роликах будете слышать и все время в личке я такое говорю личных сообщениях надо понять простую вещь что я хочу познать бог я должен посмотреть на себя хотите в зеркало хотите вот так вот как угодно но подражается не только плоть хотя и по плоти мы по образу и подобию бога соц созданный этот бог иисус христос глядя на него мы понимаем что мы боги потому что мы похожи на него а по его делам и словам мы понимаем кто он есть начальник жизни и абсолютная любовь отдавшая даже свою жизнь ради того чтобы грешники познавали эту любовь и вот глядя на себя ты должен понять бога если бог троица наш те тоже троится так а что вам не троичности вроде как говорят что бог это отец сын и дух святой а я отец сына дух святой в чем какие-то нераздельные неразлучные неизменные внутри личности вроде бы вместе но никогда сливаемые вроде бы неразлучно но никогда их невозможно вместе никак совместить они личность а отдельно один там где-то на небесах сын вроде тут на земле с ним разговаривать есть какой-то дух святой что это такое как это понять я глядя на себя все это вижу я могу в себе узреть отца сына и дух святого каких-то личностей три ипостаси нет не могу любой человек честно ответить сам себе что нет да он слышит учение православия там католицизма может даже протестантизма о боге троицы отри единым боги от трех ипостаси божьего естества слышит все это сидит на проповеди слушает уши развесил в храме ничего не сказано проповедник сегодня было сказано вообще отлично просто вообще но ничего не понятно к себе как применить то ну хорошо вот там на небесах бог троица отец и дух святой одесной отца иисус сидит а я так как я же образ и подобие его так я что я чей образ подоби отца сына и дух святого они вместе или по раздельность если они три разных человека с на небесах есть какой-то отец если в царстве потом небесно будет какой-то отец так их что двое а я тогда как объят один я образ и подоби чей а дух святой все такое вообще есть как мне себя то как мне тебя познать то есть я на себя смотрю во мне нет никаких трех личностей я один я просто есть я вот мыслью творю мыслью творю что-то желаю делаю как мне себя познать если ты троица значит я троица но я не ощущаю себя троицы любой нормальный человек на себя смотрит и как я единица я просто есть три лица в человеке три лица в троице человека три силы его дух я вам читаю сейчас и найти причину дальше которыми проявляется существование духа мысли наши и духовное ощущение проявляет существование ума который проявляется со всей очевидностью вместе пребывает вполне невидимым и непостижимым слушать я не буду вам каждую мысли найти бричанинова у него бывает такой тоже завернутый язык еще похлеще апостола павла у которого такое бывает неудобоваримое и такой длины предложение что там вникнуть и настолько тяжелыми неудобоваримыми словами написано что собрать это все в голове порой даже очень тяжело поэтому я вам покажу те вещи простые которые у нате бричанинова понятны да я не буду в каждое его слово на то я и проповедую я своими словами вам говорил да я лишь считаю для того потому что руках вам себя в себе пример показывать что я не люблю вырывание из контекста блоки пропущен у вас есть но я так как действительно если бы хотя бы его слово так и называлась а троица боги троица вы бы наверняка его я был целиком прочел ну так как вы понимаете все таки он говорит а под об образе подобии богу вот именно видите эта тема неразрывная да все это относится к первой главе книги бытия к евангелию иисус христо он в своей проповеди будете здесь все это говорить а мы имеем ум христов бог есть ум мы сейчас скоро с вами узнаем да это то а ум христов значит христос ума значит и христос бог то есть там все тоже логические цепочки не будет связываться но все таки мы многое с вами все упустим и как я говорю вы может просто это сами прочитать да вот но чтобы уж совсем знаете между своих слов просто какие-то вырванные угнать и бричанинова цитаты вам не напихивать я читаю хотя вот это сердце где он посвятил такой центр вот именно он прям так вот как видите образ троица человек я именно с этого и начал после того прерыв то того что мы с вами опустили скажем блока да вот и поэтому вы в общем вникайте можете перечитать я делаю для вас специально крупный текст в принципе можете даже на сайт не обращаться читать с экрана я сейчас даже ролики не пережимаю чтобы качество не ухудшалась тоже я обратил внимание что после пережимки все-таки если ролики у меня сейчас текстом но все идут в основном то все-таки видение текст ухудшается вот для общего моего то фейсы там до лампочки лучше хуже видно а вот конечно текст и заметил читаются хуже вот вы все можете вникнуть просто еще более подробно ну я достаточно будет его таких крупных явных ясных мыслей что вот эти такие замудренные мы можем пропускать вы можете сами в них повникать почитать как это когда-то делал я я как бы их понимаю но еще каждую мысль разжевывать мы с вами просто очень будем долго все это говорить на самом деле я просто и вторая причина все-таки была я посмотрел даже то что я для вас оставил явно не скрытыми не скрытый блок это тоже не маленький объем так что давайте мы с вами будем его все-таки читать священном писании и в писаниях и плюс кое-что я груб я просто хочу для вас зачитать чтобы хоть какую-то мысль улавливали чтобы мы не совсем у него вырывали вот на игры все это комментировать я не буду я буду комментировать те вещи которые вот как вы знаете я сам уже исповедую свободе слова могу говорить без подглядки то что знаете очень легко понять что ты сам понял может ли ты другим передать вот и все поэтому я буду акцентировать внимание на тех местах которые я и так в свободе слова уже давно проповедую до священном писании в писании святых отцов иногда вообще душа называется духом иногда называется духом отдельно силы души отцы называют эту силу души словесностью или силу и словесности они разделяют ее на три частные силы ум мысль или слова и дух ум мысль и дух умом они называют сам источник начало само начало мысли и духовных ощущений духом в частном значении называет способность духовного ощущения нередко в отеческих писаниях словесная сила или дух называется умом нередко называется умами сотворенные духи ну то есть ангелы целое целое получает имя от главного от главной своей части самое существо души нашей образ бога и по попадение в грех душа пребывает образом и вверженная в пламень ада душа грешная в самом пламени ада пребывает образом божиим так учат святые отцы вас воспевает святая церковь своих песнопениях образ есть неизреченный твоей славы даже если я и я заношу прегрешение как видите много чего замудренного все это можно было бы упустить ну я вам так зачитываю для общего контраста ну и теперь самое важное как видите я фотошопе для вас доработал вот эту иллюстрацию сначала она была простая без всяких комментариев но очень говорящий рисунок человек космос вселенной вот я мыслю из меня все время как говорят космос всегда дышит он всегда импульсирует горит чтоб как вот у сердца человека бьется сердце бьется тоже не просто так да кто знает и мозг он вот так все время дышит если хотите поэтому сумма на сердце да все время рождаются мысли сейчас мы об этом с вами будем говорить ну я рисунок да 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 доработал так скажем да вот обвел его красненьким как плоть да и у нас есть что ум наш это уже игнать и бренчалинов пишет ум наш образ отца троица бог это троица человек бог кто отец сын и дух святой знаете бренчалинов говорит то есть я вас к этому как бы подводил да что вот действительно я тоже вас таким просто а как вот ну как где отец то во мне где сын я что они что три где дух святой все это отдельные личности если вы если неважно там чье православное католист претестантка и какого-нибудь дядя стёпа на селе богословие утверждает что бог в трех лицах каких-то там нераздельных неразлучных неизменных но при этом да не не слитных не каждый на своем престоле сидит то что это такое ну как я не чувствую в себе никакого отца я просто один есть одна личность ум наш игнать и бренчалинов пишет образ отца слово наше а неизреченное слово мы обыкновенно называем мыслью пока она еще не явилась образ сына ум отец слово сын иисус назван словом логосом дух образ святого духа то есть у то есть отец сын и дух это ум мысль и и конечная цель как бы дух добрые ты мысли о этой мысли у этого слова желание мысли рождают либо в слове рождается либо в деле в каком-то посредством рук ног тела там чего угодно да но язык это тоже тело наше небо наша гортань дух конечная цель добр доброе или зла вы знаете я всегда утверждаю что мы никакого отца никогда не увидим иисуса когда спросили ученики на прощальном ужине это самый апогей евангелия это всегда вы знаете у меня и на канале на этом вы видите на шапке канала как раз в шапке канала именно всегда вот этот прощальный ужин где там себя прорисовал да вот где ты вот там надо погрузиться это самая последняя речь христа так скажем ну понятно они еще идут по дороге в гессиманский сад беседует саду иисус молится да еще мы будем его слова слышать да 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 его убийства и после так как он воскреснет но все таки вот этот вот прощальный ужин с учениками это такой апогей такой апогей истины где мы лично от христа как говорят перед смертью что говорят самое важное да и вот там такой апогей иисус им говорит даже один из учеников некий на спрашивает его покажи нам отца что ответил им иисус сейчас сейчас да покажу напоследок или что или что они увидят его когда-то нет он год смотрящий на меня видит отца отец во мне он говорит я в нем бога не видел никто никогда будет потом кто и писал это евангелиан и будет его начинать именно с таких слов в начале было слово там про перевод него и синодальный не очень удачный там есть общее греческое слово логос у него много значений и мы их подставляем по мы их понимаем по смыслу в речи до слова логос греческое означает все сразу и мысли и ум и слова то есть подставляем когда хотим до в начале был логос и логос был у бога и логос и есть бог то есть это слово слово мысль ум все время рождающей мысли это слово этот логос от мысли стали плотью обитали с нами полной благодати истины бога не видел никто никогда ум наш никто никогда не увидит единородный сын сущий единородный рождающийся от ума мысль она единородна уму она есть ум она из него все время рождается единородный сын сущий в недре очень очень в уме мысль явился нам явился нам каким добрым любовью духом святым как в троице боги три лица не слитный нераздельно составляет одно божественное существо так и в троице человеке три лица составляют одно существо не смешиваясь между собой не сливаясь в одно лицо не разделяясь на три существа сейчас и найти причине будет много подобного говорить как я вам сказал что религиозный человек не сможет выбраться из этих рамок хотя на удивление выбрался конечно все равно я говорю то что я у него прочел вот это когда-то а троице это я ни у кого больше не встречал ни до него не после него да вот но как вы видите я специально в принципе хочу все зачитайте чтобы вот показать вам как он вынужден был рамка мыслить все равно в рамках православного тогда уже русского православного богословия ну и про древнего естественно все это цитаты нераздельно не и слит на кто знает это было было постановление вселенского собора вот а трой а троичности божества об отце сыне и святом духе как они там согласуются и вывели там некую некоторую формулу не неизменно не слит на что-то не раздельно навсегда что там такое там четыре слова то есть который нам ни о чем не говорят и вроде нам запрещают что-то говорить против там такой смысл да вот то есть и понять что это тоже невозможно но как бы дали точное определение чего это чего нельзя думать до не раздельно то есть они раздельно нет они не раздельны они сливаются нет не сливаются а как-то да то есть ответа нет но тебе сказано что не точно да вот это точно нет а как-то да никто не дает ответа на этом соборе вот вот игнатий бренчанинов оперируют этими выражениями но вы сами слышите что я им тоже оперирую да это все это из постановление так называемым по моему четвертого вселенского собора я уже все эти вещи потихоньку вы знаете забываю точнее уже не забыл потому что то всего этого отошел от это все это православные клаки и в общем-то и слава богу как в троице боги трой так ты ты 30 одно существо не сменяешься ттт на три существа ум наш ну теперь давайте внимание да это абзац можно было проехать а дальше опять очень хорошие мысливу на тебя бренчанинова ум наш родил как знаете вот вот действительно нормальные претензии язычников грешников христианам у вас даже не у вас даже нет не языческая троица там папа мама и сынок божонок родился да что это у вас какой-то отец какой-то сын какой дух святой дух святой это женщина что ли бог отец сначала дух святого родил иисуса нет христиан это что для них это богохульство ты что тут эротику приплел секс нет у нас там все поэтому по андрею рублеву ты что этот вот образ трех ангелов так скажем никакого секса там внутри нету да вот вот так что у вас как может мужчина родить ну вот в библии написано авраам родил исака да вот и как только не начинает выкручиваться те кто не понимает вы спросите любого православного про католика что такое троица пусть он вам попробует объяснит какую-то к чепуху он вам не принесет в концовке вы полный напихавший знаете как это есть образ библейские камни есть или хлеб да как дьявол иисусу показывал на камни играл пусть они сделают с хлебами но так вот православное учение очень часто похоже да и права протестантские уж тем более католические вместе с православными да это вот такие камни даже 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 внешне не превращенный в хлеб ты просто вот грызешь эти гербули все зубы уже поломаны и желудок пустой а толку никакого так когда вы будете православные католические протестантские бред не читать троицы вот ощущение вас будет то есть такой же поломанные зубы пустой желудок а где познание истины да вот только когда вы примете что человек я вы я и вы как я созданный по образу и подобию бога иисуса христа все останет на место отец это мое внутреннее существо моё отец это ум это то невидимое ум сердце моё отец он родитель до отец как родитель что он ему и он и отец и мать мне да он и у и он и мысли и желания да это все мои все что внутри да вот и знаете причине нас и будете целиком читать у нее тоже есть такая знаете ошибка опять же конечно читаем у бумажки так бы в реальности с ним поговорить может она не так там думает да ну вы посмотрите мои следующие ролики о троице о видимом невидимом природе бытия и поймете что не поймите что когда речь говорится вообще мир делится на две стороны до относительно атома так называемые последние частицы материи да мир делится действительно видимый невидимый но не путайте невидимый мир это не мир ангелов там или еще чего-то нет это называется правильно назвать хотя бы надо там тонким миром дали другим иным миром как угодно точно не невидимый такой же видимый мир это важно понимать даже у тела и есть тело духовное помните павел говорил то есть в концовке любая душа она все равно имеет образ а есть образ не а есть невидимый мир какой-то мир это мир вот внутри меня каждого мысли мои желаниях никто не видит пока я это не воплощу воплощу воплощением не пока не материализую пока это невидимое не пройдет грань атома видимой природы это мир энергии так скажем мир мыслей вот это называется миром невидимым вот это все очень важно понять тогда у тебя все складывается в голове тогда человеку троицу легко объяснить ум без мыслия ум наш родил и не и не перестает рожать мысль о это похоже да если мужчина мужчину родить не может как может отец сына родить до ту мы спокойно с этим выражением любому чеку скажите вот это что ум rождает мысли у вас дает образное выражение либо все сканияappy ж books ну да ну конечно ум как бы вроде как не рожает через этом детородные органы никого ума нет детородных органов мы понимаем что это образное выражение приточное выражение ум рождает мысли или из него появляются являются мысли происходит импульсирует выплескиваются все это слова просто над понять что первые источники не имеет определение мы Мы за счет других слов пытаемся их определить, а они просто есть. Описывать зеленый цвет бесполезно, он просто есть. Мы за счет зеленого цвета что-то описываем, что вот лист от дерева, он зеленый, он такой-то формы. Круглая форма не имеет слов описания, она и есть круг. Мы за счет этих первоопределений в мире, которые просто есть, существуют уже просто в бытие, мы за счет них даем описание определения более сложным вещам. Сами первоисточники, самые простые вещества, 1, 2, 3, более сложные цифры, да, они состоят из двух. 11 это составная цифра, 25 из двух цифр, 2 и 5, но 2 и 5 ты уже ничем не опишешь. Сложную цифру можно описать за счет двух, простую цифру уже ничем не опишешь, просто есть единица, просто есть двойка. Свет просто есть, тьма просто есть. Мы можем говорить это более светлое или более темное, погода, настроение, образно выражаясь. Но свет и тьма просто существуют. Вода, огонь, земля, все это просто существует. Вот и все. Ум просто существует, вот наше невидимое вот этот. Есть источник жизни, жизни и мысли. Он просто существует, он все время импульсирует, он все время рожает мысли. И ум без мысли существовать не может. И мысль без ума, да. У мысли есть источник. Источник не бывает пустым, он все время что-то, он источник. Он дает, он истекает, из него что-то происходит. Он потому и назван источником, из него исходит что-то, да. Ты тогда не звал его источником, из него ничего не исходилось. Он был бы черной дырой, в которую все вмещалось. Он источник. Ум это источник. Мысль это то, что истекает. То, что истекает не может быть без начала, без источника. Источник не может не истекать, на то он и источник. Начало одного непременно есть и начало другой. Существование ума есть непременность существования мысли. Точно так же Дух, Дух наш, исходит от ума и содействует мысли. Ну, кто знает, опять там боролись за эту формулу. Ой, отец рожает сына, но Дух Святой исходит от Отца. Что это такое? И смотри, не перепутай. Кто знает, там целые ереси были, потом их там обличали на соборе. Все то же самое. Ну, действительно, мысль выходит из ума. Она выходит всегда с каким-то Духом. Я нож беру с какой целью? Возьму линейку. Нет, у меня ножа под рукой. Я с какой целью? У меня мысль родилась взять нож. С какой целью? Ничего в жизни человек просто так не делает. Абсолютно ничего. Любое наше действие, вот я сейчас встать захочу, любое мое желание, мысль, желание, оно к чему-то ведет. Я за мышкой потянулся. Я нож взял. Я встал, пошел куда-то. Есть какая-то цель конечная у этой мысли. Я взял нож. С какой целью? Могу с благой взять, а могу с плохой. Могу убить кого-то. Конечная цель убить. Плохая мысль. А могу салатик веганский нарезать кому-то. Мужу, жене, детям, родителям, друзьям. Я могу за мышку схватиться и сейчас проповедь кликнуть, записать. А могу какую-нибудь гадость кому-нибудь сделать за счет мышки и компьютера. Я могу встать пойти прогуляться, насладиться природой. А могу пойти что-нибудь своровать у соседа. Телефон. С какой целью? Могу позвонить кому-то, ласковое, доброе слово сказать другу, знакомым. А могу мошенником будучи кого-нибудь обмануть по телефону, переведя себе деньги на карты. У меня есть мысль, она родилась. У нее есть дух, у нее есть конечная цель. Добрая или злая. То есть дух добрый или злой. Как говорят, не в том духе встал. У нас с ноги говорят с утра. Почему так говорят? Потому что он встал, сразу там что-нибудь материться начал. Жизнь не мила. Мы говорим, не в том духе встал. Определяем по словам. Дух. Поэтому там целое еретическое учение обличили, что дух исходит. Хотя Иисус говорит, я послаю вам духа. И там начинается, кто знает. Мы сегодня с вами, мы кратко это разбираем. Я говорю, я уже многое все забываю с православия. Где там, что имена эти, еретиков, не еретиков. Все эти даты уже, соборы. Я вам общими фразами накидываю, как будучи когда-то протекущим, искренне практиковавшим, хоть и немного, всего там 34 года православия. Но кто знает, у меня всегда пятилетка за два дня. Я целиком погружаюсь. Читаем дальше. Точно так же дух наш исходит от ума и содействует мысли. Поэтому-то всякая мысль и имеет свой дух. Свой дух. Конечную цель. Добрую или злую. Светлую или темную. Благо желательное или зла желательное. Всякий образ мысли имеет свой и отдельный дух. Всякая книга имеет свой собственный дух. Ну, здесь уже Игнатий Бричинин просто взял книги. Всякая проповедь имеет свой дух. Можно проповедь, как я добрый, а можно, как пропаганда, какое-нибудь зло нести. Убей украинца. Естественно, каждая проповедь имеет свой дух. Какая цель, конечно, моя цель, чтобы все любили друг друга и никому не делали зла. А даже если против тебя в этом мире, лежащем во зле, делают зло, ответь добро. Все. Не может мысль быть без духа. То же самое, да? Вот она, троица единосущная. Нераздельная, неизменная, да. Ум без мысли не может быть. Мысль без духа не может быть. Ну, значит, и ум без духа не может быть. По сути, ум, слово и дух, я когда-то рисовал такие тоже кружочки, кто знает, это круг. На самом деле, ум, и не зря, если вот, тут, знаете, причине, в принципе, об этом сказал. Если вы узнаете, вот действительно, ну, святые отцы, как он говорил, неважно, это все умы и все мудрецы, и Сократа, и Платона об этом говорили. Ну, дух по-гречески нус. И это называется высшее я. Или тот разум, тот ум, которым я все принимаю решение. Поэтому, по сути, и мы сейчас узнаете причинины, это будем в той или иной форме тоже читать. У нас есть, вы знаете, как я люблю рисовать, вот я вам открыл. У нас с вами есть точка ум. Идет по кругу. Рождает он кого? Ну, пусть даже мысль, да. Проходя атом, материю, да, невидимая мысль. Надо было ее, вот так мы сейчас, пунктирчиком нарисовать. Это невидимая часть, да? То есть, мы пока помышляем. Потом, бац, мы с вами решили это... Ой, что, я не то выбрал. Потом, бац, мы с вами решили это... Да что ж такое-то? Куда ты убежал? Потом, бац, мы с вами решили это воплотить в жизнь. Нет, стоп, сейчас еще не так. Давайте сереньким цветом, как символ невидимого, я всегда говорю, ум. Наш серенький, серое вещество, да, как говорят. Вот серенький ум мы взяли. Он у нас проходит невидимую область. Мы пока размышляем. Это у нас сын пошел. Есть атом, да? Грань между видимым и невидимым. Вот у нас мысль. Логос, тоже сын, да? Это мысль, проходя грань видимая. Наши уста, нашу гортань, язык. Мы с вами воплощаем в слово, ну или в дело. Тут не суть важна, да? Мы что-то сказали или мы что-то сделали. Человек познается. Человек, ум, дух, нус познается через что-то видимое. Через слово. Ой, опять я вам не так нарисовал. Так, возвращаемся. Давайте назад. Теперь мы выбираем с вами красненький. Плоть, как символ крови. И проходя грань видимого, у нас мысль с вами превращается, является людям. Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий в недре отчим. Мысль, всегда присущая уму, явилась нам. Слово, да? И что она явилась? Какая? Либо добрая, либо злая. Конечная цель была. Конечная цель у нас это дух. Он же что превращается, как тут вам нарисовать? Откуда все началось, там все и заканчивается. У нас дух и есть ум. Казалось бы, это конечная цель. Но эта конечная цель по плоти явила нам, какой у нас ум? Добрый или злой? Я когда изрек что-то доброе, мне говорят, ой, какой добрый человек внутри. Потому что я что-то доброе сказал. Я что-то хорошее сделал, говорят, ой, хороший человек внутри. Внутри у него хороший человек. Потому что он делает хорошие дела. Я через слово или дело, доброе или злое, то есть дух какой у них, святой у моего слова, дух у моего дела. Я благожелатель, я добро делаю. Добродетель или злопыхатель, или злодей делаю зло. И узнают люди, какой у меня дух. То есть дух, конечная цель, являет мой ум. Я сейчас то же самое у вас прочитаю и у Игнатия Бринчанинова. Давайте мы продолжим его чтение. Где мы с вами остановились? Давайте еще раз повторим. Не может мысль быть без духа. Существование одной непременно сопутствует существование другой. В существовании того и другого является существование ума. В существовании того и другого мысли и духа, мысли с какой-то целью, является существование ума. То есть все это существует вместе. Нераздельно, неизменно, неслитно навсегда. вот она троица что что дух человека задается вопросом и знаете бренчанинов совокупность сердечных чувств принадлежащих душе словесной и бессмертный чуждым душам скотов и зверей но по сути другими словами современным языком часто говорят что это ну мораль или вот именно мое мировоззрение от все как бы ума да но это конечно то есть что такое дух он говорит да это вот совокупность моих убеждений желаний если они все добрые значит меня дух святой дух добрый дух светлый если я помышляю только злом до соответствующий у меня и дух такой да то есть совокупность сердечных чувств ну или мысли желаний так далее до сердце человека отличается от сердца животных духом своим сердца животных имеют ощущение зависит от крови и нервов не имеет ощущения духовного этой черты божественного образа исключительной принадлежащий принадлежности человека каким сказал мы не будем все рассматривать всем все мысли найти бренчанинов особенно посвященных животным нам сегодня не до этого до нравственная ну вот он в принципе сам говорит есть все вот эти понятия нравственность мораль вы знаете просто разные определения настолько порой слов вот павел когда сказал что в мире столько слов и нет ни одного беззначения он в принципе сказал правильно и поспорить с ним в принципе невозможно только то смотря с какой фраз какой стороны на его фразу посмотреть если он имел ввиду что каждое слово в мире уникально то он ошибался а если он это конечно имел ввиду то я говорю конечно он сказал правильно мудрую мысли которые естественно но надо не забывать что из этих множества слов у которых есть определение говорят об одном и том же просто в разных народах как у нас с вами разные просто языки и мы один и тот же предмет называем по-разному ну грубо говоря вот даже мышку я по-русски говорю мышка хотя даже не живая мышка но неважно а по-английски звучит маус да и но это это означает один и тот же предмет вот и все солнышко по-русски звучит как солнце по-английски сам до других языков я не знаю да в общем-то английский не сильно знаю ну так приблизительно вот здесь тоже самое это что видимых материальных вещей что духовных то же самое с чего только панель приду были до в разных народах в разных этикетах в религиозных и религиозных этика есть такое понять помните нашу не на был у вас у меня в школе появился как предмет эти капала так он назывался или как-то более расширенное название сейчас не помню что такое там было этика мораль нравственность духовность святость это все слова и там можно просвещение возьмите там все восточные мировоззрения наполняй все в этом в восточной традиции возьмите там каких-то слов нету да эти слова даже там они все очень близкие очень похожий до сути об одном поэтому как бы дух человека показывает кто он есть внутри да то есть от его 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 то до чего он сегодня достиг в уровне святости такими словами это все пересеченные слова нравственность святость да и так далее моральность любой человек какой бы дал определение разные народы разные социальные всякие общества там складывают в это одно это вот по сути зло и добро и вот чем-то выше к добру тем ты ну и как бы на 1 и значит и на высоте там если очень сто процентов моральные сто процентов нраве нравственных до сто процентов духовно значит ты творишь только добро ты есть бог любовь подразумевает всегда это ну если без бога хотя бы ты просто любовь кто там атеисты да читаем дальше наш ум слова и дух по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям служит вот и знаете причин уже прямо говорит я не смотря то что если вы прочитаете условно целиком чего не скрываю вы знаете я в этом простой человек до свободный в отличие от них в частности от игнатия бренчанином никаким культом не принадлежу мне не надо под них подстраиваться если вы прочитаете целиком он все равно будет вот это вот носить там по этому образу на самом деле смотрите если вот повырывать у него вот так вот это я еще с вам все сегодня много прочел а так по на вырывай и прямо сказать что вообще не понимает там как образ отца сына и стал дух что-то внешне хотя у нее это есть я иногда до конца непонятно он вроде вот все это понимая все равно иногда пишет что там чуть ли не отец это одно там сына другой чуть ли они там не обниматься будет в небесном царстве вот ну я говорю все это бумажки ответить за них уже никто не может игнатия бренчанинова давно с нами нету вот так что вот так вот это уже оставим да если бы это можно было лично с человеком созвониться поговорить и объясниться что мы делаем в реальной жизни то тут нет но читаем следующий абзац наш ум слов и дух по единовременности своего начала и по своим взаимным отношениям служит образом отца сына и святого духа того кого называют якобы троицы единосущные неизменным божеством там христиан и так далее да совещных с обезначальных равночестных и естественных то есть видите там определение можно впихнуть все это игры берется из соборов из преданий отцов там формулировок и так далее ну и знаете причинил вспоминает то что я вам сегодня уже тоже вспоминал цитату иисуса из прощального ужина где он и ответил ученику вопрошавшим ему покажи нам отца видевший меня ну там в прошедшем тоже неизвестно правильно до нас дошло перед надо грецкие сравнивать да и грецкие те же которые до нас которые мы отыскали якобы эти рукописи там кумранские мертв мертвого моря они четвертых веков как было на самом деле не знаем я бы говорил в настоящем времени думаю что иисус так и произносил что видящий меня видит отца ну в синодальном переводится как видевший меня видел отца я в отце и отец во мне тоже можно сказать об уме человеческом и мысли его ум невидимый сам по себе является в мысли ознакомившись с мыслью ознакомился сумма произведшим эту мыслью произведшим эту мысль ну здесь и на тебя причине в пишет хоть и мысль но по сути он подозревает что ты эту мысль на кого-то изрек ну или он берет такой знаете абстрактно а а то как говорится как вот рисуем просто на картинках как познать что такое ум то над чтобы он родился хоть во что-то в мысль то есть из него должно шутку источник из нее должно что-то выпрямить возьмем что источник это микро микро . которую не видно только когда явится до считает что мир произошел из из невероятно малой какой точки большой взрыв как там ученые говорят да здесь то же самое то есть как бога можно было познать когда он только раскрылся на самом деле он был всегда этим раскрытым да то что мы сейчас во время созерцаем это лишь точка вечности которая в свое время сожмется тоже можно сказать об уме господь наименовал дух святой силу и свыше духом истина истина сын свойственность сила имеет и дух человеческий он есть и дух мысли человека истины ли они или ложны он проявляется и в тайных движениях сердце и в образе мыслей во всех действиях человека духом человека вынаруживается и ум его ну как мы это я вам то что рисовал на этом рисунке то есть духом вынаруживать с конечной целью что-то сделал и ум его вынаруживается то есть все что во мне внутри становится наружу это через то что я себя проявил с какой конечной целью я сказал или что-то сделал этот мой дух это мое желание действие доброе делание или злодеяние злодеяние явила мою ум мой внутреннюю сущность моего отца меня невидимого что во мне внутри как узнать я могу сидеть и улыбаться а сам там только и думать как тебе нож воткнуть в голову да это как узнать что внутри только по делам до вынаруживается где тут он проявляет стандартным духом человека вынаруживается и ум его и образ мысли его дух каждого поступка вынаруживает мысль руководивший руководившую человеком при поступке да то есть ну понятно как я говорю что в принципе на этом рисунке мы с вами видим что все вот это вот сейчас возьму какой-нибудь другой цвет то есть все вот это вот сын да то есть сын не только это как бы все сына ради рождения произошло мысли которые просто пройдя грань видимого и невидимого стала словом или делом но в принципе сын рождает мысль это уже я просто никто не видит пока но она родилась во мне есть и сын он проходя и слова вначале было слово слово богу был у бога и само это слово она уже бог она у него было из него исходит и остается богом эта мысль это слово это сын но слово становится плотью после того как она вышла прошла некий путь невидимого и становится видимым да ум и для каждого поступка на этом и руководящих правоступки милосердный господь украсился в образе подобием своим образ бога самого существа души подобие душевные свойства ну здесь и на тебе все таки его я оставил даже этот абзац хотя его можно было убрать наверное чуть-чуть вот ну а говорит о том что мы как бы образ бога мы как христос по плоти да мы все один в один мы люди но станем ли мы богами внутри будет ли в нас отец любовь отец совершенные каким иисус призывал нам быть и будет ли в нас дух святой будем ли мы духом святым решит только наши дела наше желание как я вам себя говорил это 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 за за это за цикленные это вот то что я нарисовал это за цикленное действие которое мы как бы что делает нас святыми дела или сами мысли а здесь одно и то я помыслил пусть через силу взять кому-то кулак рожать 10 рублей подать сделал это и внутри преобразился но в принципе чтобы сделать дело на сначала внутри приказать цена начал все-таки этого пожелать а потом это сделать так что вперед курица или яйцо вы знаете об этом всегда говорю неважно мы не не курица не яйцо ничего не вперед бог просто есть это пока мы с вами живем в пространстве временном измерения мы ломаем себе голову когда мы как иисус сказал там очутимся в вечности мы не зададим никаких вопросов до когда мы пропадет начал кто знает что такое вечность это не то что где нет конца пропадает начало есть пропадает конец пропадает и начал мы поймем что мы всегда существовали что все это наши как иисус тут во плоти от девы марии раз родился это была иллюзия все это была игра мы просто всегда были мы проходили школу жизни мы когда придем в полноту сознания божественности божественности сами станем богами мы мы будем ощущать себя без начала и без конца вот просто это сейчас представить умом бесполезно это должна и плоть это представлять она должна быть вечно бессмертно она в принципе принципе даже то что мы скидываем эту шкурку она все равно вам в землю земля обратно в нас мы тоже кушаем собственную шкурку вот мы понимаем что ты вечно ты всячески во всем ты не уничтожим и все это но все равно так как мы во время в этой матрице пространство временного измерения находимся пока у нас есть вот такие вот мысли вот поэтому на самом деле просто этим голову ломать не надо кто хочет познать это и достигнуть этого выразить это потом будет невозможно как я это невозможно вырастить я понимаю что вперед куриц или яйцо так я вам сказать не могу а потому что это 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 одновременно это пространство временном измерении противоречит друг друга но не противоречит в вечности то что они просто сливаются вот и все кто знает когда вот я я почему про это все атом я стал как бы уже сам не потому что там в школе хорошо учился мне физика вообще не шла вот от меня многие слышат я там про атом рассказываю я стал сам углубляться я стал смотреть ролики читать книги погружаться физику который я очень слабо мне надо тяжело давалось математика еще легче а физика мне слабовато давалось несмотря как я всего на мой такой аналитический конструктивный ум с физикой мне было тяжело вот а потом я когда стал вникать вот про это его то ученые да вот физика одна из таких наук где все что идет до материи там одни законы работы только они атом материю разломали последний как быть видимые видимые шарик а там это да там закон абсолютно противоположные видимом казалось бы это же ну как бы проекции или продолжение да а там ровно противоположные законы если здесь что-то притягивается там ровно это же отталкивается да вот вам и парадокс антиномии кто знает я такую тоже выражаюсь не раз на эту тему ролики записывал это антиномии они 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 не описываются они просто зерцаются они просто есть вот и все бог может убивать он свободен творит зло да он это делает нет понять это объяснить можно словами нет понять можно можно самим такого там таким стать я могу убить животное могу я когда-то сделаю не я свободен да я имею власть до власти все возможности я это сделаю не так ты рамп или ты свободны я свободен но я я я это я не делают уж я раб любви я добровольный только это этот раб любви поэтому зла раб любви раб святости раб божественности так дальше идут скрытые блоки мы с вами пропускаем вы можете окликнуть тут я говорю очень много видите поэтому я говорю я думаю и так уже час ведь и слава богу ну в общем то я понятно делаю из опыта жизни вот и так ролик большой получается мы еще не закончили на полтора часика он выйдет поэтому я там пропускаю и дальше еще пропускаю и в общем то и потом еще пропускаю единственная еще один блок чтобы все таки хотя сегодня любви естественно тоже вкручивал вам вот но еще мы этим закончим эти очень интересные мысли особенность меня дослушать какой-нибудь православный да тут я не с брезгливостью так сказала просто ну да так звучит просто да ну в общем человек который практикует православие на если вот он дослушает еще сегодня одну интересную вещь для себя подчеркнет про важный момент православия ну и вообще христианской жизни простите про причастие ну а закончим и все-таки еще раз последней фразы знаете причина есть ее так решил выделить все верю поскрывал ненужное давайте мы ее зачитаем мысль наша чтобы сообщиться с людьми облекается в звуке ну или в тело рот и уста гортань все все что мы изрекаем слова это дело мы можем ничего не говорить мы можем сказать что эти убью а можем по голове дать и значит будет одно и то что я хочу тебя уничтожить да вот поэтому слова или делает одно и то же да то есть все что воплотилось все что я вот за счет материи уже явил это называется словом делом мысль наша чтобы сообщиться с людьми облекается в звуке невещественное сопрягается с веществом через посредство ее входит в общение дух является ну все то же самое то есть мы с вами подытожили да вот все что он сейчас сказал это я уже все как бы нарисовал то есть еще раз но это уже кто вот дальше будет смотреть по плейлисту мои ролики но я вам лишь открою вот этот вот слайд да то есть человек когда он вниз он не видим будет и другой человек не видим и две невидимки летаем во вселенной мы как с друг с другом будем сообщаться если на тебя не чинист простую вещь говорит ведь у меня два домика на экране да вот у нас домик помните павел говорит дом не дом нерукотворный да вот он моя хижина как мечтаю чтобы разрушилась ну правда это хижина тленная просто при облекемся в хижину нетленную но суть в том что все хижина какая-то нас будет там нас сейчас тело душевная будь тело духовное ну какая разница тело все равно останется у ангелов есть тело у бога есть тело иисус христа вся вся материя она просто существует не путайте невидимый мир тонкий мир с невидимым миром это очень в разные вещи абсолютно не видим это вот то что никогда не станет видимо а тонкий мир там мир ангелов просто тоже на время было после грехопадения там закрытый помните определенной целью эти вещи не путайте так вот чтобы друг друга как-то видеть познавать нужна какая-то грань между между энергией между мыслями нужно что-то сделать обрубить атом создать проходя через него невидимая уж я не зря вот эту вот картинку видите как я нарисовал вот эту как будто мы стакана вытягивается из головы этой стрелочки то есть она в красный обликать то есть мысль наша она вот она только обретая плоть какую-то помните каком фильме про невидимых ну какие-то не знаешь по кабельным смотрели как можно и видим кубить надо на нее там песок пыль муку бросить там ловили какой фильм я уж не помню там по кабельному смотрели еще в девяностых вот там какого-то невидимку ловили какой-то трейлер или ужастики уж не помню и вот ее там пыль на него или четки дали как как увидеть невидимое нужно что-то нужно какой-то покрывало натянуть нужно что-то бросить пыль краску как его надо вот правильно где-то зафиксировать где-то положить предел невидимому которая потом за ним будет видимая вот и все но об этом вы узнаете более подробно в следующих видео которых я сейчас скажу чуть попозже вот вот игнатий бринчинфа говорит что нам чтобы видеть друг другу нужно каждому иметь этот домик но чтобы увидеть что в этом домике невидимое нужно что-то открой свои уста буду вам до бесконечности повторять эту фразу мудрецов я узнаю кто ты только иисус говорит по по делам судить от человека все то есть мои слова и дела говорят о том какой я внутри каков мой дух каков мой ум ум дух нос это одно и то же высшая то с него с ума все начинается им же духом все заканчивается только чему я стремлюсь это меня и являет проходя эту область вот ну вот такая вот рисуночек все то же самое я рисовал всегда да как бы человек внутри вот тут снаружи смотрит и все это но это вы увидите все узнаете в следующих видео кто по порядку и последовательно будет мне смотреть но в принципе на сегодня достаточно я вам хотел когда то что я давайте я тогда анонсирую то есть следующие вы будете смотреть кто последовательно кто заинтересуется муж случайно тролик попал или уже смотрит с первого ролика то есть следующий по сайту это третий пункт это видимое и невидимое сущность бытия и четвертое я творю добро алгоритм бога нет совести нет я есть алгоритм познания истины добра и зла не пугать словами бога нет то есть нет я христианин да верую во христа бога вот ну поймете почему так было названо видео но она в плейлистах все то же самое да вот этот ролик видимое и невидимое у вас будет и потом бога нет совесть нет алгоритм познания истины после этого видео я вот вам настоятельно рекомендую их просмотру так вот все нахлёстами нахлёстами и когда вы все это просмотрите у вас все ложится в голове я думаю достаточно на сегодня я хотел вам познакомить с игнать им причининов не стоит цель чтобы там все у него станет читать я сам давно уже ничего не читаю когда-то конечно читал что мог полезно для себя вынес кто знает и до сих пор как видите через столько лет я могу взять обратиться назад и все это показать и не смущаясь что я там читал не за за хорошее чувство гитта да вот да кто-то может хоть хотите читайте там просто много ли вы все равно найдете умное как я вам говорил я в этом утверждаю потому что это путь моей жизни что религиозные люди не достигают полноты познания не способны они это сделать неважно по каким причинам боязни страха перед сектой уже умстве ум умственные оковы настолько заложены что они боятся выйти за рамки вот и вот я умру то что они конечно выходят каждый по чуть-чуть вот так вот мы можем укажите но общей массе они сидят по основным вопросам все его так у каждого можно просто крупицы найти где он себе позволил вот такое вот то лишнее и вы прочитаете даже целиком всю эту статью его его сочинение вы убедитесь как я вам сказал что ни одной ссылки хотя у святых отцов особенно таких которые там идут по преданиям друг за дружкой там цепляются в вагончиком паровозиком до цитируют друг друга вы не найдете что ссылается на каких-то святых отцов не найдете то что там я даже он не стал зачитывать он там типа в скобочках ставит там летопись такая-то все ерунда на дмитрия ростовского там ссылаться это вообще такая чепуха который там все все эти жития фантазийный придумал там слова правда то если есть один процент да кто знает о чем речь чтоб меня поймет вот так что а так вы поймете что это вот он сам до этого просто достиг это все вот вывалил да и вывалил абсолютно правда хотя если все прочтете тоже так у вас будет немножко мысли будет к когнитивный диссонанс будет возникать он безусловно у него самого был в душе если просто все это вот это уберете все вот это вот будучи даже легиозным но сможете абстрагироваться отойти вот посмотреть на все это со стороны я думаю что вы примете истину никакого труда не составит это вам нужно для собственной счастья вот и все ну и закончить я хочу я говорю будет может быть многим интерес так я уж решил раз мы обязательно в любой проповеди надо говорить о любви а любовь это и есть заповедь христа исполнять его заповедь творить добро я хочу вам зачитать вот тоже сейчас поменьше сделаю чтобы все таки картинка и текст на экране появлялся я это тоже вот из с одного с одного места югнати бренчанинова там он об образе подобии же еще раз напоминаю чем его слова и вот мы читаем с вами следующий абзац такой у него ближайшие подобие соединение человека с богом я вырвал поэтому я добавляю я просто знаю вы можете обратиться к оригиналу то есть он как ближайшее подобие человека с богом соединение человека с богом как быть в боге а бог тебе получается и по получении удерживается пребыванием чем и получая и путь то есть как как человек с богом сочетается как причащается бог я наперед скажу и не от себя от игнати бренчанина сейчас мы от него это слово услышим я заранее да не сказал мы сейчас поговорим с вами о причастии божеского естества а теле и крови христовой а хлебушке и вине надо ли его кушать и по получение ближайшее подобие соединение человека с богом получается и по получении удерживается человек в боге а бог в нем чем пребывание в евангельских заповедях прибудьте во мне и я в вас я есть лоза а вы ветви кто пребывает во мне и я в нем тот приносит много плода ближайшее соединение доставляется когда с чистую совестью очищаемой удалением от всякого греха точным исполнением евангельских заповедей христианин приобщается то есть человек приобщается христианин приобщается телу христова любой человек приобщается богу которые страшном суде окажутся по правую сторону от христа каким образом каким образом христианин приобщается святейшего тела христова пишет и нати бренчанинов и святейшие его крови а вместе и соединенного с ним божество божеского естества божества его едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает мам не во мне я в нем каким образом игнатий бренчанин говорит исполнением евангельских заповедей конечно кто-то мне сейчас скажет ну как раз очень евангельская заповедь из узкого вот пейте ешьте в мое воспоминание ну конечно все это скажешь только недалекий религиозный человек а если уж почитает и найти бренчанинова а я могу с пальцем задранным в небо утверждать что я знаю его творить уж я вам рассказывал что я их целиком читал несколько раз и не просто читала глубоко изучал меня были разборы я чуть не дошел до того что тоже стал там бы записывать но я уже всего этого вышел ушел отдалился все у меня все были полные разборы я цитировал его целыми тоже кусками не хуже чем библию да я знаю о чем он писал и у меня есть на канале есть такой же старый канал истина там я выкладывал цитаты отцов я его у него есть я могу порекомендовать по моему называется любви к богу и ближнему тоже я сейчас не помню какой там у нее пять томов 5 сочинений так называемых ну по-моему даже в этом и второй том пол в пятом томе любви к богу отдельно там и дальше любви к ближнему я рекомендую да игнатия бренчанинова ну я могу дать ссылки в описании в комментариях кто-то напишет комментарий попросит я дам ссылки я могу дать ссылки даже у меня есть ролики там не моя озвучка просто в интернете что давно уже бренчанинова давно естественно там назвучили я просто смонтировал ролик они у меня есть они выложены я их даже не удаляю то есть ну ведь хоть как-то к чему-то приблизиться до святой жизнью и знаете бренчанинов на самом деле всегда называл жизнь в любви и что заповеди христов сводятся все к одному к одной заповеди к любви к богу через любовь к ближним он конечно же очень специфической жизни я говорю я сейчас не тут не буду его выгораживать многие я житие его естественно хорошо знаю ну по крайней то который до нас дошло естественно что я могу еще опираться вот у меня также есть к нему претензии соответствующие да к его творением естественно там тоже каши стока вот я уж молчу про все это религиозность еще для меня всегда вам рассказывал что у меня знаете такая всегда была была такой такой же когнитивный диссонанс и вообще вопросов к таким людям в частности гнатью причины конечно человек был великого ума это однозначно поняшим был супер образован это дворянин с императором на одной ноге вот естественно получил блестящее образование это все понятно да в религию понятно не в религию ударился в истину бог ему открылся тоже там по-своему естественно все весь этот путь выбрал много пострадал кстати тоже все равно от родственников друзей вот ну баба болел вечно весь больной тоже тут я его понимаю кто знает мой путь тот поймет весь больную никого здоровья не было он был очень слабеньким таким человеком ну парнем да вот ну из-за проблем вот эти со здоровьем весь он там вечно тоже тут я его понимаю мы с ним прямо идем одним путем вот но у меня знаете что непонятно я всегда когда вот встречал особенно когда я сам уже прошел все эти секты я стал задумываться вот сколько я за время этого исследования сам прибавить сектах видел порой даже седых с сединами в глаза в голове и в бороде до людей вот этих проповедников вот именно религиозных до культов определяешь каким-то религиям православием протестантизм и меня всегда удивляло что вот они дожили до этого многие из них как бы я как бы умные вещи вроде вот говорят и все время кажется ты даст да вроде бы до этого дорос а ты не можешь перерасти того что да что христианство это свобода во христе ты никак до этого не дотягиваешь что вот это вот все религиозные все эти бредни они нет никогда не дадут это как крышка на банке то знает эксперимент с блохами да она делает человеку уродом это как кто там китаянки эти гейши там ножки в колоды забивают до чтобы она маленькая была на уродливает как какие-то есть случаи где там детей куда-то в ящике засовывали какие-то родители что-то такое вот это вот это вот все религиозные бредни вот эти они они уродуют людей у лет уроду душу уродует ум они ограничивают они обрезают свободу они запугивают или наоборот не теми сладостями прельщает он думает что он там вычитывает правила вдруг там святее становится ближе к богу сколько там лжи обмана куча придуманных грехов какими грехами не является который не дают им порой познать истину то что он мечется он думал что это грех вот он об этом думает что это делать нельзя оказывается туда начиная с каких платочков тех самых или бороду сбрить нельзя мужику или женщине нельзя платочек там не носить да вот они себя люди познать не могут и мне все удивляли что вот такие вот бородатые старцы игнать причины в принципе дожил я что-то уж не помню не до глубокой конечно старости он по-моему дожил но я не помню 80 он перемахнул или нет вот но все-таки тем более когда он в это ушел в 15 там лет можешь сказать но в 20 уже там да вот стоит такую жизнь прожить но уж к старости то надо было вот там все равно был до конца в этой системе мне этого не понять я считать неправильно образ на христа тут тыкать тоже нет у христос христос не был в системе приходила все время юрусалим на праздник только того что там устроить депоши обличать всех ну и творить добрые дела проповедовать вот именно вся половина его проповеди настроена была против злодеев обличая их в беззакониях в грехах вот во всех этих прочих вещах да они все будучи повязаны все этими системами религиозными государственными они не говорили правду и немногие из них все равно страдали то что они начали говорить все что они думают о царе о том строе да о церкви так называемый бренчанинов бы не не со святыми бы упокоился а где-нибудь на виселице либо религию либо виселице царька своего императора либо костре своей святой православные церкви секты до 2 было бы пути если он говорил правду они не говорили он феофан затворник там все эти вот все они не способны были идти прямым путем потому что они в культе они они противоречили совести своей то понятно вот поэтому для меня ну как видите у них можно наковырять такие вот правильные вещи когда я у него этот прочел меня как пронзила уже этот вопрос тоже настолько мне стоял настолько у меня был внутри дисбаланс вот этого всего что просто все и я так просто знаю свое конечно прям точно всего не помню но так приблизительно есть у меня ощущение чтобы но бог себя подает тогда когда ты рвешь и меч и шалчишь и все же уже к нему выпьешь все не могу откройся мне открой мне вот это я не могу так я себе место не нахожу я скажу с ума дай мне откровение вот и бог дает конечно же и тогда у меня с тех пор мне вообще все действительно как я сам до этого не допер все у меня все сложилось я обрел полноту мира и в этом вопросе его а один за другим там цеплялся все остальные вопросы и все да ты понимаешь что ты ты я самые настоящие дети божьи по образу и подобию своего творца бога иисуса христа вот и все вся троица это лишь образ символ вот такого вот существа так это 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 троица это принцип бытия поймите вот как и бог он мыслит и все это это считаешь как не понять кашну как христос может всем мирозданием крутить она у нее все в голове все что мы видим от его мысли это его мир как он этим миром всем управляет всем космосом бесконечным миллиардами звезд этих и тут же вот с нами тут с травинкой с каждой нас и ца нам от просто пока не понять то что нас просто это закрыто вот и все мы потихоньку идем к познанию бытия но те дела которые он творил как он сказал явно свидетельствовали о том кто он есть вот и все и не укладывается это в нашей главе только потому что мы еще до этого не доросли тем более опытный не изведали просто когда нам будет дана власть творить такие же мир и да когда мы станем богами любовьями когда мы никому никакого зла не делала вся наша энергия мысли будет на созидание мы будем только созидать 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 нам будет дана огромная власть потому что мы ей просто обладаем она просто чуть-чуть как родители прикрывают детям что-то да пока еще и вот они бы уже могли но им пока рановато у него уж тело доросло до чего-то мозги еще нет либо наоборот мозги доросли а тела еще нет подожди вот позже он уже ху я хочу этим заниматься так уж нет нет тысяч не дорос да ты уже хочешь ты молодец ты уилл тебе понравилось где-то там какой-то спорт но ты еще до него не дорос там надо немножко подрасти а то тебя переломают всего вот так что вот так вот вот и здесь тоже самое все происходит у нас поэтому это просто форма бытия я мыслю древние говорили тоже значит я существую вот и все мои мысли проявление моих мыслей просто естественно мир делится прямо вот не мир а бытие такое есть понятие общее слово то есть все в него включает просто хотите бытие равно бог всегда я тоже их через знак равно ставлю есть просто грань между видимым и невидимым никогда не путайте по крайней мере таких как я если слушаете что невидимый не пожинается мир ангелов там для это время невидимо как сейчас я не вижу что у меня за стеной это не значит там ничего не существует или это явно невидимая сейчас стенку обойду и все тому вижу что там находится до люди вещи вот нет невидим это вот есть как говорится единый этот невидимый мир все наши мысли мои с вами они где то есть в этом общем космосе хотя у нас у каждого кажется в голове нет он где то есть там еще мы же можем когда проникать вы помните иисус как-то мысли читал тех кто тех кто его окружал видел помышление сердец человеческих это общее как говорят что можно в этот мир в этот в этом проникать его там разную информацию считывать вот то есть мир вот делится ли посмотрите теперь я вас уже больше не буду вас уже мучить все отсылаю вас к следующему видео прям обязательно у вас много откроется по списку я этот как плейлист завершаю можно сказать да и вот следующий у вас это в начале бог любовь троица творил небо землю и людей которые согрешили видимо и невидимо у вас много чего в жизни откроется вот эти все что я наговорил вот все сформируется вы просто обретете полноту блага бытия будьте просто счастливы прыгать до потолка потому что это просто так все эти вот эти вот вопросы закроются у вас вот так вот поймете вы кто такой иисус и все у вас будет хорошо не будет никаких раздвоений да вы полная к нему обратите свое внимание почтение будьте спокойно с ним общаться без всяких разделений на отца там на дух святого все у вас будет понятно это самый короткий путь и он вам сразу будет на все отвечать и вашим путеводителем по жизни путеводной звездой и флиемской будет и достигните всех высот всех высот всех познания всех высот познания во всех областях и жизнедеятельности человеческой вот так я на этом с вами прощаюсь лепите лайки кому нравится мое видео пишите комментарии задавайте вопросы по этой теме по троице какие имеете я уж в конце скажу все таки да а то может кто-то попал на это видео впервые задавайте любые вопросы по этой теме кроме вопроса почему тогда иисус сам называл себя сыном божьим и обращался к богу отцу потому что последнее видео в рамках этой темы в плейлисте будет именно на эту тему я дам ответы если у вас вопрос как-то около этого кружится как сформулирована эту тему не надо меня заваливать цитатами из евангелия из нового завета из послания апостолов апостолов и деяния книги я все это знаю ответ я дам если у вас есть какие-то еще вопросы которые невозможно в это вместить как-то интерпретировав да почему иисус сам себя называл сыном божьим обращался к богу отцу говорил нам быть совершенными как отец небесный почему отец его оставил если у вас вот кроме этого есть какие-то вопросы по боге троицы задавайте я вы если они наберутся потому что пока набирается один вопрос уж когда смотрят подобные мои ролики в комментариях один только вопрос или где-то у меня просто кратко слышишь что я говорю что никакого оца не существует в роликах по отдаленным каким-то темам вот я же не могу сразу все это вам рассказать что я вот в этом play в рамках этого плейлиста до вас донес с вами поделился вот то вопрос одни и те же да и поэтому я пока не знаю как я последний ролик назову то ли конкретно как его здесь назвал раздел иисус сын отца до либо это будет ответы на вопросы по теме троицы но если они наберутся пока если это один вопрос будет ну я говорю пока мой опыт практика за столько лет как только где-то кто-то слышит я говорю что иисус есть бог что никакого отца нет никогда мы его не увидим до что нет троицы да то вопрос время один начать цитаты из евангелия нового завета вот это все связано с отцом это я все знаю ответы вы получите в последнем видео я не знаю когда потому что я выдержу время пока сейчас все эти ролики опубликую все их посмотрят вот и тогда через какое-то время месяц два три полгода я запишу последнее видео отвечу на этот вопрос на этом у меня все пока пока поделитесь этими роликами во всех своих соцсетях ресурсы где иметь из хотите чтобы люди познавали истину правду и чтобы мы были не одни в небесном царстве чем больше будет там светлых счастливых добрых людей тем там будет счастливее а